Музыка Целый день меня сегодня спрашивают журналисты. У меня уже нет просто, ну, никаких приличных слов, чтобы писать всю вот эту вот историю. Она просто... Я уже над ней смеялся, я уже над ней, так сказать, грустил. Я уже удивлялся, я уже просто не знаю, какие еще мне выразить эмоции. Но это просто какой-то вот концерт такой вот, шоу. Многие из моих знакомых, даже те, которые не чужды политике, они до последней минуты думали, что это такое за много миллионов долларов придуманное шоу для того, чтобы кого-то раскрутить. Ну, хотя было сразу... Профессионалам было сразу ясно, что так перед выборами не раскручиваются. Ну, как еще это все объяснить? Ну, вот, ну, как говорится, лопнули и всех обрызгали. Вот, собственно, и все. Вот все, что получилось. Все думали, что это вот так, а это на самом деле вообще никак. Теперь жалуются. Жалуются кому? Тех же, кто их, извините за выражение, замочил. Вот кто их замочил, тому они и жалуются на самом деле. И еще теперь, кто в этом во всем виноват. Ну, искусственная партия, искусственное завершение. Просто удивительно, что так быстро. Он, Миронов, сколько существовал? О! Ну, и все-таки обрызгал меньшее количество окружающих, когда прекратил свое существование. Ну, он сколько? Он там пять или шесть лет существовал. Да? Ну, вообще, говоря, все искусственные проекты помирают. Ну, вот такое дело. Вот, жалко Михаила Дмитриевича, что он в это дело влез. Надо все-таки заниматься тем, чем умеешь заниматься. Можно и в политику, можно перейти из бизнеса в политику. Но это длительный процесс. Так сразу, вот сразу, раз, мы будем вторая партия. Вы будете вторая партия, только в другом месте. Вот. Первым был Справедливая Россия, теперь вот еще будет там же. Там же будет право делать. Это будет такое место. Ну, что делать? Это политика. Она жесткая. Ей надо уметь заниматься. Вы не умеете. Извините. Субтитры создавал DimaTorzok